Приветствую, друзья! Вы, конечно, помните, что мы обещали с Андреем Анкудиновым, что проведём встречи очень важные раз в неделю и будем собирать всех актёров театра и кино, ветеранов, чтобы подарить им вторую молодость. Да, мы это сделаем. Мы это сделаем, и сейчас мне Евгения Анкудинова, жена Андруши, подтвердила, потому что мы сейчас 1 сентября проведём с Шейлой, с моей дочкой-психологом, вебинар, а после вебинара, сразу через день-два, как он найдёт время, мы проведём с ним встречу, и вы увидите. А я там расскажу о своём друге Джигарханяне. Вон фотографии, видите, там висит. Мы с Джигарханяном были большими друзьями, и он говорил. Ну, короче говоря, расскажу, что он мне говорил. И, короче говоря, сейчас я вас развлеку. Во-первых, я скажу о своей картине. Она необыкновенная. Сам Патюков Виталий, один из лучших искусствоведов страны, которого знают в мире, говорил, что у меня необыкновенные картины, магическая живопись. Он так назвал эту магическую живопись. Да. И на самом деле я смотрю, действительно, вот видите, глаза какие завороженные на руке у неё или у него. О! Гномик! А у него там нимб над головой. Я вас сейчас развлеку. Дело в том, что я хочу вам сказать, что все известные психологи мирового уровня, такие как Фрейд и врачи-психологи, Фрейд и Юнг, Шульц потом в 30-е годы уже, который создал аутотренинг, они все выходили как бы из гипноза. Они изучали таинственные явления человеческой психики. И для меня тоже гипноз был окном в этот внутренний мир психических и физиологических процессов. Я очень много работал с гипнозом в своё время, а сейчас я не работаю с гипнозом, потому что мне это уже неинтересно, потому что я делаю более полезное, более важное, более интересное событие, мероприятие. Вот, Шейлы, мы будем проводить вебинары, я там несколько элементов покажу, таких новых алгоритмов, когда человек сам может управлять своим состоянием без всякого гипнотизёра. Но сила этого, самоуправление, такая же мощная, только она творческая. Да, вот Шульц же тоже, вот в 30-е годы автор аутогенной тренировки писал, что он хочет создать систему, с помощью которой человек сможет управлять своим состоянием без всякой помощи, в зависимости от гипнотизёра. Но у него был какой подход? Ну, во-первых, он, в отличие от нашего ключа, от, то были 30-е годы, он говорил, что пока не освоен предыдущий этап, нельзя переходить к следующему. Шаг за шагом, в принципе, был. Сегодня говорят, степ-бай-степ. Ну да, и вся школа, любая школа, она ведь построена на этом. Вы осваиваете что-то, потом переходите к следующему этапу и так далее. А ключ как раз-таки, принцип не поэтапного подхода, а принцип подбора путём перебора, чтобы вы сразу могли подбирать до себя действия, синхронные текущему собственному состоянию, в момент использования этих приёмов или упражнений, чтобы сразу получать результат наглядный до себя, очевидный, который тут же можете измерить с помощью, там будет индикатор напряжения для каждого участника вебинара. Так вот, я о чём хочу сказать. Для развития личности. Потому что, когда человек под гипнозом находится, он не развивается. Хотя Райков, Райков Владимир Леонидович, своё время прославился тем, что он гипнотизировал детей и внушал им в гипнозе, что они будут лучше рисовать. Он говорил, вы гении, вы прекрасно рисуете, и они лучше рисовали. Потому что он догадался не говорить им вот этой поэтапности, не говорить им, вот вы будете лучше рисовать. Он сразу говорил, он высокую планку, он говорил, вы гении, вы можете лучше рисовать. И все ресурсы включались под эту высокую задачу. Автоматически. Чем выше планка цели, тем больше включаются ресурсы. Вот же оно, как оказывается. Да, и вот дело в том, что у Райкова была ошибка. Она заключалась в том, что он не знал, как это сделать без гипноза. А я теперь знаю. Потому что сегодня уже 21 век. Уже вот какие годы. Вот посмотрите. 2022 год. А вот только в 2010 году, видите, я тогда создавал антикризисный календарь. Уже кризисы были. 2010 год. Видите, здесь написано, если человек не умеет управлять собой, начинает управлять другие. Это как раз таки касается той темы, о которой мы говорим. Что сегодняшняя школа, наша, человек будущего, Homo Futurus, это как раз таки другие принципы обучения. Но я, как человек, который в свое время занимался гипнозом, посмотрите, я еще картину покажу свою старенькую. Она у меня осталась только на фотографии. А потом я к ней потом когда-нибудь вернусь, потому что это будет очень интересно. Потому что об этой картине, я ее покажу в современном виде, и вы удивитесь. Ну, контуры узнаете. И вот еще, видите, какая хорошая была картина. Только фото осталось. Я 400 картин своих в свое время раздарил друзьям. Потом перестал дарить. Ну, расскажу когда-нибудь по каким причинам. По весьма весомым. Теперь я делаю все по-другому. А теперь я вам хочу сказать, что в этом антикризисном календаре, который был в 2010 году, видите там, на каждой странице картины, на каждой странице приема. Вот там Ален приема показывает, мой сын Ален Алиев. Тоже психолог. Да, очень интересно. Все очень интересно. Интересно. Ну-ка сейчас загляну. У него голос тут какой симпатичный. А это у нас показывали приемы Шалтай-Балтай. Да, вот там девочка маленькая. Вот она, девочка маленькая. Она сгибалась назад. Это был прием полумостик, который у нас называется ВИС сейчас. Первая часть ВИСа. И я там показываю. Тут много, много разных приемов в календаре было. Человек открывал календарь, смотрел, какие приемы делать, читал описания. Там же и картины. И он делал эти приемы. И из Крису выходил. Вот в 2010 году. А сейчас 2022 год. А сейчас будет супер. И сейчас я вам хочу рассказать для развлечения, что когда я ассистировал знаменитимшему гипнотизеру Феликсу Заху, запомните это имя, вы можете посмотреть там в интернете, ну, его фамилия Захаренко, но Феликс Зах. Это был очень маститый гипнотизер. Да-да-да. А я был студентом мединститута, и он так гордился, что я ему ассистирую на сцене. Ну, я там чем занимался? Во-первых, я объявлял его выход. Во-вторых, значит, я, если кому-то, когда он гипнотизировал всех в зале, а у него меньше 500 человек, никогда не было, потому что он массовый был гипнотизер. И я научился тогда этому. И когда он выходил в зал и тут же применял свои тестовые приемы, я вам скажу, какой прием. И второй прием скажу, какой интересный, из которого я потом сделал элементы для саморегуляции. Да, я вам сейчас скажу. Подождите, секунду. Так вот, Феликс Зах. Удивительно, вот когда он выходил в зал, все цепенели, потому что, ну, во-первых, реклама, во-вторых, это было время, когда, ну что вы, гипнотизер, это такое явление. Да, ну, люди мало знали об этом. И вот он выходил в зал и всем предлагал, ну, во-первых, он минут 15 читал лекцию о таинственных явлениях человеческой психики. Причем он говорил громовым голосом. Они все там сидели в зале, вот так. И он говорил, а теперь возьмите, сожмите пальцы рук так, чтобы они переплелись. Я вам сейчас прием показываю. Вот так вот. Раз. Да. И сожмите их покрепче. И смотрите на две точки предполагаемых моих зрачков, он говорил. И у него были черные очки. Я буду считать до трех. И когда я скажу три, пальцы сомкнутся. Крепко-крепко. И он так брал очки. Раз. Два. Они вот так вот сидели. Вот попробуйте сами сейчас. Это так интересно. Это тест такой. И так раз. Два. Сцепляется все больше и больше. Сжимается все больше и больше. Как в сказке про Айболита. А горы все выше. А горы все круче. А горы уходят под самые тучи. Это я просто так сейчас для шутки добавляю. И вот сжимались, сжимались. И потом он говорил три. И срывал очки. И они сталкивались с его глазами. Да. И теперь многие из них не могли разнять руки. Как многие сейчас не могут разнять руки. Чем больше пытаетесь, тем больше они сжимаются. Сжимаются, 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 сжимаются и никак не разнимаются. И потом он говорил, у кого они сжались, встаньте и идите ко мне. И вот они идут. И потом он так по ним хлоп. И они размыкались. Я сейчас могу, у кого они не смогли разжаться. Вот так хлоп и разжались. И разжались. Еще раз хлоп и разжались. Ну, я вас просто развлекаю сейчас. Я вам рассказываю, как это было. И вот второй элемент, который он очень важно использовал. А я что делал в это время? Если когда он в зале, потом и на сцене, там он им внушал, что они цветы собирают, яблоки собирают. Что они приехали в какой-то колхоз. И там лазают по деревьям. И все там начинали, да, лазить по деревьям там. И он подходил к кому-нибудь и тихо ему говорил, клади за пазуху. И там какой-то парень берет яблоки, собирает и за пазуху кладет. И в зал смеется, хлопает ладошки. Ну, это же эстрадный гипноз. Я эстрадным занимался и клиническим, и экспериментальным, и массовым. Да, и научным гипнозом изучал это явление. И поэтому создал метод ключ потом. Как Шульц создал аутогенную тренировку. Только я создал не поэтапное обучение, и потом не только принцип подбора путем перебора, а именно, например, у Шульца он установил, что, когда человек в гипнозе, он их опрашивал, что они там чувствуют. Вот они говорили, комфорт, сонливость, тепло. И он стал это индуцировать у них, чтобы они себе внушали в позе кучера, например, в удобной позе полусна, как кучер едет. Да, обратите внимание, обратите внимание, они случайно переходы делают. Когда позе кучера вот так кучер едет, он задрёмывает. А смотрите, видите, движения какие? Вот он едет. А потом я это сделаю в волну. Помните, да? Или как мама ребёнка качает. Да, ну теперь слушайте дальше. Как это будет сейчас интересно, вы просто удивитесь. И вот он, Шульц, внушал тепло, тяжесть, сонливость. А у девочки, например, ручки холодненькие, носики холодненькие, ножки холодненькие. Она год будет себе так внушать. Тем более, там у Шульца было пока не освоено предыдущее, если не переходить к следующему. Поэтому у меня принцип подбора путём перебора вместо поэтапного шаблонного обучения. И если ножки не согреваются, носики холодненькие, я говорю, ну так представь себе, холод. То есть ещё действия синхронные, но не буду сейчас всё это рассказывать, потому что мы на вебинаре Шеллы, я вам покажу приёмы саморегулирования, когда вы сами сможете и стресс снимать, и страхи снимать, и выходить на такое безмятежное состояние, когда вам жить хочется, когда у вас появляется внутреннее личное время, бесконечность, когда вы можете развиваться, развивать желаемые качества и способности, о которых в этом состоянии мечтаете. Как говорил Райков, вы гении, рисуете лучше, и они рисовали все лучше, а это можно без гипноза. А с помощью этого метода ключа, с помощью нашего вебинара, вы можете развивать свои желаемые качества и способности, развивать свою личность. Да, это очень интересно. Ну, потом, я сейчас ещё вернусь к этому, а сейчас скажу, какой второй приём использовал Зах. Человек, например, заикается, и он говорил, «Проходи ко мне сюда». Тот выходил, и он, смотрите, что делал. Он его брал за виски, Зах был здоровый такой мужик, наклонял назад, видели, я вам показывал девочку такая полусогнутая, да, вот сейчас на календаре показываю. Наклонял назад, и брал пальцами вот так, вот так он его полусгибал, то есть выводил из равновесия. И говорил, «Я дозирую твой мозг, дозирую твой мозг, дозирую твой мозг, ты перестал заикаться, ты будешь говорить свободно, легко, чисто, свободно». Да, и тот потом его ставил на место и говорил, «Повторяй за мной, я иду до длинного, высокого деревянного забора». И тот спокойно говорил, «Я иду до длинного, высокого деревянного забора». Ну, сложная фраза, правда же? Я иду для дымного, высокого, деревянного забора. Тот повторял, и так у него закреплялась улучшенная речь. Так вот, что такое гипноз? Гипноз – это выведение из равновесия в какой-либо форме. Хочешь так, хочешь по-другому, хочешь… Ну, вы посмотрите на вебинаре, как это будет чудесно, без всякого гипноза, но принципы же такие же, только человек будет всё делать сам. А я и Шейла, мы дадим, как это делать самому, чтобы гениальное прозрение и решение Шульца, создателя аутотренинга, было реализовано на практике. Да, потому что ключ – это, по существу, супер-супер-супер аутогенная тренировка. Супер, ну, просто супер, который по качеству даже сравнивать невозможно. Так вот, дело в том, что, когда человек выводят из равновесия, например, он всегда, вот у кого психосоматические нарушения, ну, или зуб болит, он уже вышел из равновесия, правда же? У него повысилась внушаемость уже. И всё дело в том, что, как связать вот своё исходное состояние текущее, с каким действием, чтобы получилась синхронизация, внутреннее противоречие и конфликт внутренний исчез между сознанием, подсознанием и организмом, наладилась гармония, и зуб перестал болеть. Да, ну, это просто удивительно. Я покажу, как боли снимать, страхи снимать, как развивать свои личностные качества и способности, адаптивность, например, как решать сложные задачи в условиях неопределённости и отсутствия времени. Потому что есть закономерность, которую установил, чем меньше времени для решения задачи какой-либо волнующей, тем выше напряжение, потому что там тогда это напряжение обеспечивает скорость перебора решений. Потому что мышление – это же перебор. Проб и ошибок, так сказать. То, что мы в жизни делаем. А это мы моделируем у себя в голове мышление. Да. Это перебор проб и ошибок моделей. Да, очень интересно. Ну, дело в том, что у многих людей от чего психосоматика возникает, депрессия от чего возникает, тревожные состояния от чего возникают. Одна из причин – зависание. Потому что напряжение, чтобы решить какую-то проблему, настолько высокое, что он зацикливается. Да. И вот как вывести его из корлопы, вот этой зацикленности? Перезагрузка нужна, как компьютер. Зависк компьютер, надо перезагрузить. То же самое мозг. Ну, другая причина, например, вот этих неприятностей психосоматических, я уже рассказывал в одном из прошлых роликов, это то, что человек когда-то совершил некое событие, которое для него постыдное. Какое… Которое для него является каким-то неприятным. Он как-то поступился со своей этикой, со своей совестью, со своей моралью. А это-то никуда не делось. Он это вытеснил. Вытеснил. Туда, куда-то, в подсознание. Как бы адаптировался к этому состоянию. А это засада. Он решает какие-то вопросы, а у него что-то не получается. В жизни он говорит, что-то мне не везет. Почему-то мне не везет. А вот там, оказывается, вот мы предлагаем человека не как обычно психологи делают, копаться в его этих бессознательных механизмах, проработку проводить месяцами и так далее. Нет. У нас в ключе все делается быстро. Поэтому называется ключ. И вот, смотрите, как интересно. Предлагаешь человеку вспомнить счастливое событие в жизни, когда ты был наиболее счастлив. Как бы ты хотел, чтобы быть таким чаще. И как только ты это вспоминаешь, баллаз вот этот вот психосоматический сам выплывает, и слезами выплывает, подергиваниями выплывает, или какими-то тиками выплывает. Это вся психосоматика и выплывает сама, не надо в ней ковыряться. Вот в чем дело. Это большая ошибка многих наших психологов, которые неглубоко проникли в эту тему. А ведь об этом и говорили в свое время. И Фрейд, и Юнг, и Шусь. Многие говорили об этом. И Райх в свое время вообще говорит. Да, многие, многие говорили об этом. Просто одно дело, когда слышишь или читаешь, а другое дело, когда понимаешь. Да, ну вот в этом-то все и дело. Так я вам хочу сказать, что после нашего вебинара вы будете многое понимать. И сразу, как говорят нам обычно, пазлы все сложатся. И вы будете лучше ориентироваться и понимать, что такое медитация, и йога, и цигуны, и всякие упражнения, и колонетика, и холотропное дыхание. Вы все будете понимать, как, на чем, что основано. Потому что после таких наших и ликбезов бесплатных, которые по 2-3 часа, смотрите, кто не видел. Для новичков говорю. И вебинаров наших, которые по теме. Вот у нас будет тема развития личностных качеств, развития личности. Да, на совершенно новом уровне, чего раньше ни в какой школе не преподавали. А мы сделаем базовый урок, который потом будут преподавать в любой школе. Потом, потом. Потому что мы же человек будущего, школа. Homo futurus. Мы же даем только новое, только полезное, но хорошо проверенное, которое официально уже принято. Да, только оно не дошло до масс. Потому что массы, как говорится, занимаются сегодня другим выживанием. А как раз таки после этого вебинара вы лучше будете выживать. И как только вы начнете лучше выживать, вы начнете понимать, как созидать. То есть вы сможете творить, изобретать, и решать ранее нерешаемые задачи, которые вам казались вообще недоступными. И тут вы будете чувствовать себя творцами. Да, это очень интересно, очень полезно, потому что здесь такие проработанные механизмы, начиная от йоги, цигуна. А вы вспомните в цигуне спонтанный танец? Можете вспомнить в цигуне спонтанный танец? Цигуном человек занимается, и вдруг тело начинает ему выплясывать, выдавать какие-то движения. Так вот, оказывается, это включается внутренний доктор. Внутренняя природа организма пытается самовосстановиться, как только ты запустил триггером вот этот механизм. А ключевое действие, которое и Шейла, и я будем помогать вам найти каждому для себя, это как раз это самое триггерное действие, которое обеспечивает так называемый, модными словами, квантовый переход. Тут много чего интересного, много чего полезного, но самое интересное, что всё это необыкновенно просто, когда ты это уже понимаешь, знаешь, потому что знание – это сила, это защита против всяких манипуляций. И, как говорил правильно Шульц, хочу создать систему, чтобы человек мог управлять своим состоянием без всякой помощи и зависимости от гипнотизера. Но с той же силой и интенсивностью. Но уже я повторюсь, по принципу подбора путём перебора, а не по принципу поэтапного обучения, которое месяцами тянется. А здесь сразу быстро и хорошо. И потом самостоятельно вы это повторяете несколько раз, и происходит проработка. Потому что вы настраиваетесь на счастливое состояние, и если не могли вначале вспомнить счастливый случай в жизни, уже начинаете вспоминать всё чаще и чаще, и омолаживаетесь, и меняется у вас и лучистость глаз, и ясность ума, и кожа меняется, всё становится свежее, вы становитесь бодрее, вы становитесь прекраснее, потому что снимаются зажатости, нервно-мышечные зажимы, блоки сознания и тела, и вам становится так легко, как бывало, когда вы ночью спали, и, может быть, кто-то из вас испытывал полёты во сне, состояние невесомости, лёгкости. Я это всё почему говорю? Потому что эту невесомость я же создал в Центре подготовки космонавтов в 1981 году, для того, чтобы космонавты могли тренировать, адаптироваться к невесомости в реальном полёте, и легче переносить перегрузки. Да, и это умственные могут быть перегрузки, и физические перегрузки, поэтому я этонировал и олимпийских чемпионов, и обучал режиссёров, и актёров, и художников. Это очень полезно для каждого. И вот теперь вы, когда вы встретитесь с этим вебинаром, а это будет 1 сентября, 20 часов, да, и вы будете поражены, вы потом, после того, когда у вас все пазлы сойдутся, вы потом сами будете писать, как это оказывается просто, как же я до этого раньше не додумывался. Хотя вы вспомните, что вы инстинктивно кое-что и сами так делали. Потому что все приёмы, которые мы показываем и рассказываем, и в наших книгах, и на ликбезах бесплатных, и на вебинарах, они основаны на инстинктивных природных действиях самого человека, которые он просто сам, не зная о том, что эти действия полезны, часто их блокируют. По незнанию. А там как раз-таки раскрывается, и вы сами сможете регулировать своё состояние, вопреки всем обстоятельствам, в любое время и в любом месте. Да, друзья. И посмотрите ещё раз на эту картину. До чего она прекрасна. Да, я рисую картины, как сказки делаю. Они необычные. Эти картины необычные. Если вы будете дольше смотреть, вы заметите, что это не просто картина. И вообще, то, о чём я рассказываю, за этим стоит. Полвека моей работы и моих детей, Оленой и Шеевой. Потому что они мои первые ученики. И за этим стоит вся школа, человек будущего Homo Futurus, вместе с которыми мы пишем последние книги. И они там тоже стоят авторами, участники школы. И будет ещё следующая книга. И там тоже будут авторы. Так что давайте, смотрите. Будем авторами не только книг, но и своей судьбы. Выходить из самых сложных ситуаций, неопределённости, выводить себя из стресса и использовать мерки стресса по своему усмотрению для решения ранее нерешаемых задач и достижения недоступных целей. До встречи, друзья! Я буду очень доволен, когда вы мне напишите, как вы рады. Потому что это же наш труд. И мы вам дарим и даём такое современное, такое современное. Ну, короче говоря, встретимся скоро. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok